Добрый день! С новостями к этому часу Алия Абитова. Коротко о главных событиях дня. Дело о крушении вертолёта. Новые предполагаемые причины авиакатастрофы озвучил вице-министр ПЧС. Теперь алматинцев будут предупреждать о землетрясениях. О новом мобильном приложении расскажем далее. Вымогал и угрожал. 25-летний житель Ахмолинской области вынуждал людей оформлять онлайн-кредиты. Подробнее через несколько минут. Плохие погодные условия могли стать причиной падения вертолёта Казавиаспас. Об этом сообщил вице-министр ПЧС Мерекеп Шимбаев. Вертолёт, упавший в Западно-Казахстанской области, находился в эксплуатации всего год и был в хорошем техническом состоянии, подчеркнул чиновник. Напомню, что трагедия унесла жизни четырёх сотрудников Казавиаспаса. Двое человек, находившихся на борту, выжили. Одна из версий, что возможно это было по погодным условиям. Я пока это сказать не могу. Всего комиссия скажет. В настоящее время создана комиссия с участием авиационной администрации. Работник Казавиаспас проводится расследование. Как только расследование завершено, мы вам представим. Камеры Сергек установили на трагически известном участке станции Шамалган. По данным прокуратуры Алматинской области, здесь регулярно фиксируются грубые нарушения ПДД. Водители зачастую выезжают на встречку, не останавливаются перед шлагвамом, заступая на железную дорогу. Только за прошлый месяц стражи порядка выявили свыше 150 нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Напомню, в сентябре 2019-го поезд столкнулся с автобусом на переезде Шамалган. Водитель автобуса погиб, пострадали женщина и двое детей. Алматинцев будут оповещать о предстоящих землетрясениях с помощью мобильного приложения. Как сообщил глава Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Бауржан Сыздыков, ведомство планирует подключить приложение Дармен к системам раннего оповещения о природных чрезвычайных ситуациях. В случае появления масштабных угроз, датчики, установленные вокруг Алматы, будут оперативно передавать уведомления населению. В МЧС также рассказали, как подготовиться к возможным подземным толчкам. Первым делом мы должны изучить свое жилье. Из какого материала жилье построено? Какие в жиле есть безопасные места? Это капитальные, скажем так, стены, несущие, говорят, стены. На стыках этих несущих стен при случае землетрясения остаются, скажем, проемы, места, где вы можете сохранить себе жизнь. Если ваши ванны изготовлены из железного металлического материала, тогда в этой ванной комнате тоже можно будет, вернее, в ванной тоже можно будет ложиться. По данным МЧС, в прошлом году в нашей стране провели порядка 27 тысяч сейсмотренировок. Спасатели выпустили свыше четырех наглядных обучающих материалов и порядка трех тысяч видеороликов на тему безопасности. В ведомстве призвали казахстанцев ознакомиться с правилами безопасного поведения как дома, так и на улице. 25-летний житель Акмолинской области вынуждал людей оформлять онлайн-кредиты через мобильные приложения и угрозами забирал деньги. Стражи порядка задержали вымогателя с поличным. На сегодня известно о четырех фактах оформления кредитов против воли потерпевших в городах Щучинск и Кокшетау. При этом сумма ущерба варьируется от 250 тысяч до полутора миллиона тенге. Полицейские завели уголовное дело по статье «Вымогательство». Фигуранта дела на период следствия задержали. В Алматы простились с музыкантом Дархан Джаз, передает закон КИЗ. Его похоронили недалеко от могилы знаменитого певца Батархана Шукенова и многих других выдающихся людей. Проводить последний путь любимого исполнителя на кладбище Кинсай-2 сегодня пришли десятки людей и фанатов. Гибель Дархан Джуз стала настоящим шоком для поклонников его творчества и родных. По словам коллег и друзей, музыкант оставил большое наследие, которое будет жить вместе с творчеством других исполнителей. Напомню, певец погиб 24 февраля на острове Пукет. По информации полиции Таиланда, смерть наступила в результате ДТП. Сообщается, что казахстанец передвигался на арендованном мопеде. Президент Касымжумар Тукаев поздравил казахстанцев с Днем Благодарности. Он отметил, что этот день напоминает о том, что в самые тяжелые времена народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание. И сегодня в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение. В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательное соотечественникам за честный труд и деятельный патриотизм. Убежден, что укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан. Второй родиной для американца стал Казахстан. Учитель Нейтан Лоулер из Актубе живет в республике почти 10 лет и возвращаться в Штаты не планирует. Отработав год в Астане, он перевелся в образовательное учреждение Актубе. Мистер Лоулер рассказал нашим корреспондентам, для чего он учил казахский язык. Лейла Ауэсова продолжит. Нейтану Лоулеру 46 лет. Он родом из маленького американского городка Ньюбери-Порт, штат Массачусетс. Но вот уже много лет мужчина живет в Актубе. Нейтану Лоулеру 46 лет. И не потому, что там какие-то интересные задания. Просто уроки всегда проходят неоднообразно. На каждом уроке он придумывает что-то новое, какие-то новые задания. И он очень часто и очень хорошо их интегрирует в нашу тему урока. И на самом деле уроки у него очень интересные, так как он сам очень позитивный человек. И когда объясняет задания, он прям детально подходит каждому ученику. И в конце дает каждому отдельный фидбэк. И в целом ученики достигают хороших результатов. За 10 лет мистер Нейтан в совершенстве выучил казахский язык и распробовал национальную кухню. Казахи пьют слишком много чая. Меня тоже научили. Еще мне нравится куэрдак, когда в нем домашнее мясо и много картошки. Это блюдо я готов есть каждый день. Для меня особенно важно было научиться говорить по-казахски. Если на улице или в магазине я начинаю говорить с кем-то по-казахски, то все сразу же бросают свои дела и с энтузиазмом стараются помочь мне. Еще ему нравится, как устроены в Казахстане семейные связи. После 18 лет юные казахстанцы часто остаются жить с родителями. В США так не принято. Восхищение Нейтана и от того, как казахстанцы быстро находят общий язык. Завязывают беседу, интересуются человеком, задают много вопросов. В Казахстане мне нравится. Здесь живут душевные люди. Я очень благодарен своим коллегам, ученикам, друзьям. Казахи – гостеприимный народ. Со мной в поезде ехала казахская семья. Всю дорогу из Астаны в Ак-Тебе они угощали меня. Называли Нуриком. И даже дали мне Ру. Теперь я Найман. По словам Нейтана, в Штатах было мало информации о Казахстане. Много стереотипов и мифов. Приехав сюда, он был приятно удивлен развитием страны. Объездил почти весь Запад. Был и на юге. В Таразе, Туркестане. Больших и маленьких городах и аулах. Где ему очень понравилось. Нейтан настоятельно советует своим друзьям приехать в Казахстан, чтобы все увидеть своими глазами. В Алматы презентовали документальный фильм о восхождении казахстанских альпинистов на один из самых высоких пиков. Картина повествует о грандиозном подъеме скалолазов на высоту в 5250 метров. Пять спортсменов в экстремальных условиях отсняли все путешествие на камеру. К слову, благодаря своему невероятному подвигу они удостоились звания чемпионов мира. Съемки делали сами ребята в период восхождения на мобильный телефон. Наверное, вырезали оттуда лучшие кадры, чтобы составить вот этот фильм. Плюс еще в этом районе, в районе восхождения были ребята из Красноярска, наши друзья. Они использовали съемки с дрона. Между тем, в одном из алматинских вузов продолжают оказывать активную поддержку казахстанским скалолазам. Специально для этого в университете открыли секцию альпинизма. Исторически Садпаев университет является как бы альмаматором для альпинистов. И многие именитые наши чемпионы, горновосходители, в том числе на самые высокие вершины мира, это выпускники нашего университета. К примеру, можно сказать, Хазбек Валиев. С прошлого года мы возродили в нашем университете секцию альпинизма. Это все новости к данному часу. Более подробно о событиях дня смотрите в итоге выпуски новостей в 19.30. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова